Доброго четверга, зрители StopGame.ru! А теперь немного об играх. Давненько мы с вами с порнухи не начинали. На помощь спешит дополнение к Watch Dogs 2 под названием «Никаких компромиссов». Одной из главных особенностей DLC оказалась новая операция Dead Sec «Московский гамбит», которая приведет игроков на порно-студию, где связанный с русской мафией режиссер творит фильм для взрослых с элементами пародии «Dead Sex». Кс-кс. С тремя икс. Судя по описанию, процесс взлома системы студии может привести к неловкой ситуации с оборудованием и безумной кульминации. Что бы это все могло значить? На самом деле владельцы PlayStation 4 уже могут проверить. На их платформе дополнение вышло пару дней назад. А вот уверенным пользователям ПК или Xbox One придется потерпеть до 18 мая. Само собой, не порно единым. Еще DLC предлагает новое испытание с отдельными списками лидеров. Гонки с шестью трассами, в которых необходимо будет продемонстрировать мастерство управления различными видами транспорта. Ну и еще главному герою торжественно вручены два новых вида нелетального оружия и три набора предметов в стиле экстренных служб. Речь о полиции, скорой помощи и пожарной охране. Занятно, что переодевание будет снести кое-какие геймплейные последствия. В роли копа вы сможете приказывать прохожим остановиться, а в форме медика приводить в чувство потерявшего сознания. Еще одно известие, позволяющее Sony боям почувствовать свое превосходство. Уже 21 апреля на PS4 запустится закрытое бета-тестирование Marvel Heroes Omega. Экшен-гибрида RPG и MMO для консолей текущего поколения. Как это часто бывает, можно понадеяться на удачу, отправив заявку, а можно гарантировать себе доступ, приобретя один из наборов основателей, что поступит в продажу в пятницу. Если вы не в курсе, Omega это следующая ступень в развитии компьютерной Marvel Heroes 2013 года выпуска. Новая игра вберет в себя значительную часть контента из оригинала, сюжетную кампанию, дополнительные режимы, испытания и сложности, а также порадует поклонников всякими апгрейдами в области управления и интерфейса и кооперативным режимом. При этом кроссплатформенной игры и переноса героя из компьютерной версии в консольную не ждите. Знаете, сколько лет прошло после последнего патча для оригинальной StarCraft? Восемь. И вот Blizzard сдувает пыль со своего прославленного хита, чтобы, видимо, настроить аудиторию на скорое пришествие переиздания. Заплатка под номером 1.18 ощутимо модернизирует StarCraft и Brood War. Вводит режим наблюдателя, автосохранение, возможность переключаться между полным экраном и окном. Фанатов ждет улучшенная совместимость с операционными системами Windows 7, 8.1 и 10 и многое другое. Но самое главное, классика теперь бесплатна. Казалось бы, а зачем нам тогда ремастерат? Но Blizzard уверена, что готовящаяся сейчас в ее кузницах коммерческая Ultra HD версия StarCraft предложит достаточное количество еще более крутых штук и преимуществ, чтобы вы захотели ее купить. Интересный слух поступил к нам из краев Eurogamer. Тамошние источники сообщают, что Nintendo собирается выпустить в конце этого года классик мини SNES. И именно этим объясняется то, почему вышедший осенью прошлого года мини-вариант NES при такой внушительной популярности и востребованности был так спешно снят с производства. На самом деле подобное утверждение кажется весьма логичным. Спрос есть, хитов, актуальных и по сей день у Super NES хоть отбавляй, а собрать еще одну коробочку с эмулятором, снабдив ее HDMI-разъемом и библиотекой пиратских ромов, как это было в случае с прошлогодней NES, не составит особых трудов. Я б купил, если цена будет такой же низкой. Вот только сама Nintendo никаких комментариев по поводу всех этих домыслов пока не давала. Вот и все на сегодня. Это, конечно, только про инфакт. Так-то на stopgame.ru в ближайшие часы еще появятся кое-какие свежие материалы, представляющие немалый интерес. Мне кое-что даже анонсировать нельзя, о как. На этом интригующем моменте разрешите удалиться. Тепла и добра. Субтитры сделал DimaTorzok